Приветствую вас, и я бы не хотел говорить о том, правильно ли вы поступили или нет, потому что, да потому что правильно то, что вам самой кажется верным. Другое дело, верно ли вы основали мотивы своего поведения, другое дело, верно ли вы оценивали ситуацию, которая имела место быть. А правильно ли вы выбор сделали или нет, покажет только время. В действительности, наверное, в этой ситуации нельзя было сделать правильный выбор, в том плане, что кто-то однозначно остался бы недоволен. И думается мне, что ваша мама, нанимая оставлять квартиру без присмотра, хотелось, чтобы вы в ней остались. Желание достаточно закономерное для человека, примерно ее возраста, опасающегося за свою же площадь. поведение мужчины, знающего, что вы не можете своей маме отказать, знающего, что вы, скорее всего, примете ее предложение, поведение мужчины кажется немного странным, потому что ставить вас предфактом, ставить вас, ставить вам условия относительно того, что либо он, либо мама, такой выбор вряд ли можно назвать приемлемым. мужчина. Потому что, ну, никто не должен, никто не должен и не может выбирать между своим любимым человеком и родителем. Это выбор, который, ну, в принципе, неестественный. И, скажет вопрос, почему мужчина в этот момент думал о себе, а не о вас? Ну, можно было бы согласиться с мамой, побыть вместе в конце концов, потом поговорить с вами, когда ситуация будет спокойно сказать, вот, ну, ну, такая ситуация, ну, вот, посмотри, вот, мама, она все время меняет планы, да, она все время меняет планы, да, она все время меняет планы и мешает жить нам, как бы это, ну, это не очень хорошо. Давай подумаем, как вот вместе мы можем стать все-таки независимо от твоей мамы, от того, чтобы мы могли жить вместе. Вот так, вот, такое поведение мужчины было бы правильным. Такое поведение мужчины было бы выдержанным, мужественным, надежным, адекватным, но он предпочитал, предпочел поставить вас перед фактом, предпочел подумать о себе. и это, наверное, смещает акцент того, что вы выбрали маму, потому что вы понимаете, что мама, она останется, вот, она будет с вами в любом случае, какая бы она вот ни была, но она с вами будет все равно. А молодой человек, он уже думает о себе, хотя вы еще даже не женаты, вы еще даже не семья, он уже думает о себе. И вы инфективно, вероятно, чувствуете, что он менее надежен, чем ваша мама, и, соответственно, это предпочтение ей. Так что, думаю, здесь только вы можете ответить на вопрос, насколько правильный был ваш выбор, чем он был продиктован, но полагаю, что сама ситуация никак не располагала к тому, чтобы вы приняли другое решение. В любом случае, решение, которое вы приняли сейчас в этой ситуации, оно верное для вас, потому что вы не видели иного решения, вот не было никаких припосылок и средств для принятия другого решения. Вот если средства будут выпрямить, но пока нет, это значит, что другого решения вы принять не могли. Что касается второго вопроса, то здесь ситуация заключается в следующем. Почему вы привязаны к своей маме, почему вы считаете, что она бы с вас не справится? какие факты, какие обстоятельства вам это доказывает? И как эти обстоятельства воспринимаются вашей мамой? Что она вообще сама считает и что она думает? Пожалуй, с этим нужно разобраться, потому что если вы действительно считаете, что ваша мама без вас не справится, то это очень плохо, потому что возникает вопрос, а зачем ей тогда очень пример ваш? Да, что они делают с ним, почему два взрослых человека не способны сами себя обеспечить, что им нужен помощник в виде дочери? Как-то это не очень складно получается, но если вы считаете это так, значит, на что-то вы опираетесь, и вот на это что-то и нужно разобрать. Если вы сами боитесь от своей мамы оторваться и жить от нее отдельно, то опять-таки возникает вопрос, почему? Не потому ли, что своего молодого человека вы не считаете достаточно надежным? А если вы считаете его недостаточно надежным, то возникает вопрос, почему вы реальны с ним? Какие есть проблемы в ваших отношениях, может быть, нуждающиеся в решении? То есть нельзя однозначно сказать, что нужно делать. Сперва нужно разобраться с вашей мотивацией, с тем, как вы видите проявление реального мира, и тогда вы все понимаете, почему вы видите именно так, насколько отличается ваше восприятие реального мира от объективного, и тогда нужно давать какие-то рекомендации и моменты. Но в общем смысле можно сказать так, что у вас своя жизнь, и вам нужно думать о себе, а у вашей мамы есть кому позаботиться о ней, это ее мужчина, и я думаю, что он прекрасно с этим справится, раз они вместе, и ваша мама ну никак не имеет права ограничивать вас в вашей жизни. мне кажется, если она вас любит, она будет рада, если вы будете жить отдельно, и если у вас будет своя жизнь, и вы не будете от нее зависеть, ни к ней привязанность, так как объективно такая привязанность, ну как минимум, вредит вашей личной жизни, и поскольку ее нужно как-то устраивать, эту личную жизнь, то было бы неплохо, если вы разобрались с этой вот своей привязанностью к маме, как с одним из препятствий к осуществлению личной жизни. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращаюсь к субличку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.